Суббота вечер в эфире афиша, а значит немного о том, где можно неплохо скоротать время. Здравствуйте! Традиционно начнем со столичного кинотеатра. Напомню, буквально на днях стартовала премьера без возрастных ограничений, рассчитанная абсолютно на всю семью. И это продолжение мультипликационной истории Рио в эффектном 3D. Они вернулись, Голубчик и Жемчужинка! Вернулись, чтобы отправиться в дикие джунгли и найти там себе подобных. Ты кто? Откуда заявился? Эй, отвали! Папа! Папа? Здравствуйте, сэр! Зовите меня деда! А для тебя я сэр. От создателей ледникового периода. Невероятные приключения и открытия в невероятном комедийном блокбастере Рио 2 в 3D. С 20 марта в кинотеатре Тирасполь. Мировая премьера. На следующей неделе в списке премьер потенциальный хит «Ной» режиссера Даррена Ароновски. От библейских мотивов в кино мало что осталось. Авторы сделали акцент на личной истории. В пользу фильма говорят внушительный бюджет, а это 125 миллионов долларов, и актерский состав. Рассел Кроу, Эмма Уотсон и Энтони Хопкинс. Не пропустите премьеру в грядущий четверг. Близится великий потом. Нас выбрали, чтобы спасти невинных. Это наш ковчег. У меня за спиной войско, а ты один и бросаешь мне вызов? Я не один. Эпическая история о герое, спасшем человечество и все живое на земле от глобальной катастрофы. Рассел Кроу, Джейфер Коннелли и Энтони Хопкинс в историко-приключенческом блокбастере «Ной» в 3D. С 27 марта в кинотеатре Тирасполь. Мировая премьера. Конец – это только начало. В дни школьных каникул гарантированно вашим детям скучать не придется. И об этом позаботился Государственный театр. В афише значатся 25 марта сказка «Евгения Шварца. Золушка». 26-го – детская постановка «Три поросенка». 27-го – спектакль «Скоморошина по пушкинским мотивам». 28-го – назидательная история о том, как заяц стал храбрецом. 29-го числа юного зрителя ждет современное прочтение любимой дюймовочки. И, наконец, 30 марта – трогательное превращение в сказки «Гадкий утенок». Не забываем, что 27 марта – это Всемирный день театра. А накануне день рождения отметят и наш Государственный театр. Кстати, вместе с вами, дорогой зритель, 26-го марта, кроме внепланового праздничного спектакля, в фойе пройдет выставка, на которой вы можете познакомиться не только с богатой жизнью театра, но и сфотографироваться с любимым персонажем спектакля. Воплощаться в роль актеры начнут задолго до начала постановки и будут встречать вас в фойе. Но самое большое удовольствие вы получите, когда посмотрите спектакль уже непосредственно в 18.00. На всякого мудреца довольно простоты. Мы выбрали такое достаточно объемное зрелище и достаточно классическое зрелище. Надеюсь, что все в этот день, в день рождения нашего театра и накануне Всемирного дня театра получат огромное удовольствие, поздравят друг друга, ну и нас, которые в этот день все равно работаем. Для вас. Субботний вечер украсит последняя премьера сезона. Весь спектр эмоций и переживаний, как обещает главный режиссер, вы получите от спектакля «Люди, звери и бананы». Начало в 17.00. В воскресенье играть с вашим настроением продолжит английская классика «Сомерсет Моэма». Спектакль недосягаемая. Лучшее продолжение вашего вечера. Это остроумная комедия с небольшим количеством действующих лиц, изящно построенным сюжетом и блестящими диалогами, поставленной режиссером из Таджикистана. В основе сюжета один из парадоксов любви. Женщина тем желаннее, чем более она недоступна. В главной роли Каролины Эшли молодая и талантливая актриса театра Ольга Чекан. Также в спектакле заняты народный артист Республики Молдова Игорь Таран и заслуженная артистка Республики Молдова Ирина Серикова. С этим спектаклем постоянный зритель уже успел познакомиться ранее, но новая встреча с героями этой комедии будет не менее интересной. Кстати, в рамках Дня театра не забудьте поздравить и еще один театр юного зрителя. 28, 29 и 30 марта в Малом зале столичного дворца культуры театр юного зрителя «Синяя птица» готовит спектакль для взрослых у зеркала два лица. Эстетов не должна оставить равнодушными выставка, что недавно открылась в Приднестровском государственном художественном музее города Бендер. «Маленькие вселенные нашего разума». Такое название объединяет автора выставки. Что же это за вселенные? На авторство указывают шесть имен молодых художников. Каждый в силу возраста и профессии большой экспериментатор. Работают в совершенно разных техниках. В экспозиции представлены композиции, созданные под впечатлением восточных философий, росписи, создающие орнамент в технике пуантилизм, необычные и яркие войлочные гобелены, а также притягательный батик. Выставка продлится до 20 апреля. И, наконец, пришло время путешествий. Погода позволяет, поэтому без промедлений отправляйтесь, к примеру, в Строенцы. Поездку организует туристическая компания «Рио» 26 марта. Строенцы. Место единения с природой. Увлекательный рассказ экскурсовода об этом небольшом селении затмит разве что красота здешнего ландшафта, куда гармонично вписался небольшой ручеек с водопадами, родники, оформленные в народном стиле, и уникальные исторические памятники. 27 и 29 туристическая компания приглашает вас в Старый Архей. Настало время прощаться, пусть и ненадолго. Уже через неделю я снова могу быть вам полезной, насыщенной культурными событиями недели вам и продуктивных выходных. Будьте в курсе афиши! Редактор субтитров А.Семкин